Здарова, негр! Сам ты негр. Привет, привет, Витя. Ну что, как Юар? Слушай, Юра классная. Классная? Да, очень интересная. Ещё поедешь? Ну, здесь, наверное, сложный вопрос. Если вдруг получится, я подумаю. Сейчас мы немножко... Друзья, привет, во-первых. Ну, можем приветствовать Максима, да? Зачем Серёжа нету? Уже занят. История какая? Помните? Тот самый Ариатор, который мы обещали для вас разыграть. Мы это сегодня сделаем. Вот маленький списочек тех. В этот раз рандомайз будет не электронный, а честный. Человеческие руки, что называется. Разыграем. Но это чуть попозже. Сейчас, как говорится, живьём возьмём. Вот пока ещё горячо. У Макса интервью, как они съездили в ЮАР. Всё-таки восьмое место, я считаю, на международных олимпийских рыболовных играх, назовём это так, да, это достойное место. Вот. Поэтому тебе слово. Рассказывай. Впечатления, эмоции, весёлые моменты. Я не знаю, ловил гиббонов, отпускал крокодилов там или наоборот, как бы. Ну нет, впечатлений на самом деле очень много, потому что это как бы новая страна, да, это новый какой-то рыболовный опыт, потому что мы до этого, ту рыбу, которая там обитает, мы до этого никто из нас из сборной не ловил. Ну, не считая, наверное, басов, которых кто-то когда-то... Ну вот, насколько я знаю, Вова наземца, тренер, да, вот он имеет опыт ловли басов. Владимир наземцев, у него был опыт ловли баса, и вот он с нами делился некими такими своими там какими-то наработками и собственного опыта. Угу. Остальное, что ещё как бы впечатлило, это, конечно же, животные. Те животные, которых мы видели воочию. То есть это крокодилы, которых было нереальное количество, это бабуины, это антилопа куду, это какие-то большие ящеры, вараны. Есть выход, выход, поклёвка, поклёвка. Самое то, что мне запомнилось, это когда мы увидели трёх носорогов, которые вышли на нас, на нашу лодку, они стояли буквально там в 30 метрах от нас. Также они стояли на берегу, когда на катере были, да? Да, да, да. И больше того, мы хотели обловить этот участок, небольшая проточка, и они вышли как раз в конце этой протоки. Они посмотрели на нас что-то, пофыркали и ушли. И тут Сергей Карпов предлагает, ну пойдём дальше облавливать протоку. И тут я задумался. Я говорю, Серёжа, а может они там ушли? Да нет, да ты что? Да они нас испугаются. Я говорю, это вот эти. Вот эти парни. Вот эти пацаны, которые сейчас вышли, и у которых ты сейчас чуть не наложили, ты сейчас говоришь, что ты, всё нормально, мы половим. Ну и такое ощущение, что это местные авторитеты Братфаба, которые протоку контролируют. Видимо, они просто ося обозначили. А там знаешь, это просто такой участок, на которых мы всё время, когда заплывали, мы видели каких-то животных. То есть либо это те же антилопы, либо это большая стада бабуинов, и так же, повторюсь, эти носороги. Там просто водопой. То есть они приходили туда именно попить водички, потому что жара у нас там была свыше 40 градусов. Ну это вообще сумасшедшие условия ловли. К рыбам чуть попозже перейдём. Первый вопрос главный, который меня мучает относительно Серёги. Он хоть жираф-то увидел, я не знаю, там подёргал его за что-нибудь, нет? Нет, к сожалению, жирафа он не увидел, но... У Сереги рыбалка не удалась. Своего жирафа он купил. А, вот так вот? Да, он купил в аэропорту магнитик. Ах, ё-моё, я-то думал, там настоящего купил. Ладно, хорошо. Давай к рыбам. Поскольку всех интересует, какие виды рыб, что это такое, на что ловилось, вот основное. Основное, когда мы были на тренировке, мы посвятили больше ловле баса. Угу. И тот же ЮАР, то есть, ну это очень большие затраты. Так. То есть, ну ловить его очень интересно. Вот как на те же силиконовые приманки, различные там поводковые оснастки, там дропшот, техас. А, кстати, это разрешено в рамках соревнований? Да, да. А, то есть, в отличие от наших соревнований здесь это разрешено. Так же, ну, банально, воблеры небольшие шедики, либо это мины какие-то. Ну, по сопротивлению это очень круто. То есть, очень часто нам садились крупные особи, которые просто либо рвали лески, либо нам разгинали крюки, потому что мы ловили в сложных условиях, в корягах. То есть, распущенный фрикцион там… Не работает, да? Да, про нее просто забудь. То есть, рыбу надо бы буквально выдирать. Каждым днем у нас там приходило какое-то понимание, немножко там практики, и улавливали это все, и получалось, получалось, получалось. Какие еще? Catfish. Ну, сом? Да, это, в принципе, тот же сом. Только их африканский, насколько я знаю, он немного не того размера, повадок не тех. И, большей частью, он обитает на мелководье, скажем. Да, да, да. То есть, он выходит именно на мелководье, там, погреться, там, может какого-то малючка заточить. Ну, по поводу размера, я могу так сказать. То есть, бигфиш турнира, бигфиш чемпионата мира принадлежит сборной России. Сколько? 83 сантиметра. А по весу? Не вешали? По весу, да, к сожалению, не вешали. Ну, я думаю, где-то это может быть плюс-минус 5 килограмм. Нормально. То есть, это хорошая такая вот именно бонусная рыба. По сопротивлению? Машина? К сожалению, я ее поймал. Ну, со слов Стаса, кто ее поймал, да. Тем более, он ее клюнул на коротке. Очень сильная, очень мощная рыба. Потому что, второй сом, который у нее клюнул, он просто разогнул к нему. Угу. Ну, классно. Я знаю, что была как раз таки с самами некая сложность в понимании тактики их ловли. Нет. Оно понимание было, но в большей степени эта вся ловля происходила именно в приглядку. Угу. То есть, ты видишь эту рыбу, ты идешь по мелководию, ты видишь эту рыбу. Надо обязательно точно подать приманку. Приманку надо подать. У него четыре усы, да, как вам объясняли гиды. Угу. То есть, два длинных усы, они там что-то смотрят как-то там по сторонам, да, какая-то некая вестибулярка, да. А два коротких, это как раз вот именно на это там обонение, сезание. То есть, надо именно точно положить приманку между двух маленьких усиков, чтобы он как бы нанес реагировал. Угу. То есть, вот в большей степени это вот именно такая ловля приглядка. Также была очень интересная рыба, как Пеппер Маус. Ну, если перевести, да, там, Пеппер Маус, там, бумажный рот или что-то в этом роде. Рыба очень похожа на что-то между средним головлем. Так. С жерехом. Вот, что-то вот такое вот, продолговатое, такое вот, беленькое. Угу. На что он чаще ловится? Тоже на резину? Нет, нет, не на резину, это что-то такое маленькое, ультралайтовое. То есть, у нас, на самом деле, очень хорошо работали. Это, наверное, все из нашей сборной подтвердят. Это маленькие, небольшие ратлины. Угу. В частности, я с собой брал немножко. К сожалению. Как же их не хватало? Почему я с собой взял немножко? Я всегда задавал вот этот вопрос. Это был Chubby Vibration, сороковой. То есть, вот этот ратлин, именно на него был пойман и Сом. На него было много поймано Макрелли. Макрель, кстати. Да, Макрель, это, чтобы было понятно, это такой небольшой, с виду похож на маленького канального Сомика. Хотя обычно Макрель, это вообще как другая рыба. Но это, видимо, какие-то особенности. Да, это их африканское название, африканская рыба. То есть, вот. Просто обычно Макрель, это даже не пресноводная, а морская считается рыба. Ну, вот. Они ее называют так. И именно, я больше скажу, именно на этой рыбе был сделан основной результат на чемпионате мира. Угу. Так. Давай, как бы, не сильно углубляться. Твое ощущение, восьмое место, что правильно, что неправильно, какие выводы сделали после этого. В целом, вот, мое понимание, восьмое место на таком международном турнире, это вполне достойно. То есть, десятку вошли, это уже классно. Насколько я знаю, те же хваленые, простите, американцы, да, они вообще были чуть ли не на последнем месте. Ну, американцы ехали туда с расчетом ловить бас. Вот. Хотя, да, они хорошие басятники. А данное водохранилище Last Cop Dam, она вот именно сложная в этой ловле. То есть, там бас, он именно сезонный. В это время года он, к сожалению, не так хорошо клюет. Поэтому, скажем так, ваша, наверное, неподготовленность, она была даже лучше, чем ориентированность американцев на бас. Отчасти, да. А кто занял первое-второе? Там, по-моему, Чехия? Чехия, Венгры и сборная Намибии. Ну, сборная Намибии, это, скажем так, условно, какие-то местные, по сути. Да, там всего 2000 километров, это, как мы потом с ними поговорили. Это как мы нам в Астрахань съездили. Они привезли с собой две условно-сборные. То есть, одна у них заточена под Макриль, а другая, независимо от того, что отдельно проходил чемпионат по ловле баса, одна у них была в сборной заточена именно под басом. То есть, и после тренировок они понимали, на кого они будут делать ставку и какой экипаж выпускать. Ну, так как Макриль у них водится и в домашних водоемах Намибии, после тренировки стало понятно, что они будут делать ставку именно на Макриль. Ну, собственно, на ней они и сыграли. Да, здорово. То есть, это как бы их рыба, они знают ее, знают повадки, знают какие-то тонкости, особенности в этом ловле. Какие-то самые запоминающиеся моменты ловли? Их, наверное, два. Два момента. Первый, очень быстро и очень просто, когда на поверхностную приманку у меня вышел крокодил. С горячей веры, ловить крокодилов на поппер. Именно крокодил, когда я делал забросы, я делал там буль, 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 проводка, и с вами в пяти метрах поднимается. То есть, крокодил сначала поднимается дрова, а потом, если идет, постепенно там и все тело на поверхность. Ну, до реализации не дошло, я так понимаю. Слава Богу. И второй момент, это на тренировке была поймана очень хорошая теляпия, глюкурпер, весом более двух килограмм. То есть, она была поймана на легкую удочку без семи грамм, шнурочек там 0,4 и поводок из флюрокопона 5 либров. То есть, все влажно, где-то в общей сложности было, наверное, минут 10. Я просто плясал вокруг лодки, все, соответственно, экипажи это все так же видели. Ну, то есть, мы просто спалили точку. Но зато те эмоции, которые я испытал после поимки этой рыбы, ну, реально, это сильная. Слушай, ну, здорово. Давай все-таки к сладкому, да, нашим подписчикам, зрителям. Ребята, в общем, в этот раз рандомайз будет честнее, чем электронный. Вот у меня четыре потенциальных победителя, призера, я уж не знаю, как правильно назвать. Леонид Иванов, Серж Исаев, видимо, как полковник Исаев, да, Андрей Болышев и Сергей Федоров. Эти ребята угадали точное место, которое займет наша команда на этом турнире. Вот. Сейчас мы сделаем следующее, да, с легкой руки Максима. Я сейчас перемешаю, чтобы, видите, все будет честно. Вот ареатор, вот бумажечки. Как говорится, покрутил, погадал, думал, шарик угадал. За хорошее зрение ареатор в премии. Так что, Максим? У меня закрыли глаза, отвернулся, чтобы... Да-да-да, мы тебя раскрыли. Давай, ладно. Ладно, давай. И обладателем палочки, Максим. Да, Сергей Федоров, друзья. Сергей, Сергей, мы вас поздравляем. Да, от вас требуется, соответственно, комментарий, как с вами связаться, поскольку все эти участники, зальцы и комментарии ВКонтакте, в нашей группе. Поэтому, Сергей, будьте любезны, отпишитесь там. Мы с вами свяжемся и решим, как вам передать все замечательные инструменты. Ну, а вам, друзья, остается пожелать ни хвоста, ни чешуи. Попытаться ощутить такие же эмоции, которые получили ребята от поездки в ЮАР. Ну и пожелаем им в дальнейшем самых призовых мест и самых классных крокодилов в кавычках, чтобы ловились очень большие басы и все остальные. Спасибо. Рад был увидеть. Взаимно. Все. 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 Все.